Начнем с 36-го аята, я уже не помню, на каком мы с вами остановились в прошлую пятницу, но, в любом случае, я хотел вам зачитать это с 36-го по 46-й, иншалла, успеем. Но тут некоторые аята с довольно большими комментариями. Кстати, в город Ульяновск я слетал, очень понравилось. Я надеюсь, скоро на ум.ру появится выступление, записали мы. Мне было полезно, по крайней мере, поездка довольно полезная. Ну, если бы так на государственном уровне мероприятия проводились бы, хотя бы уже начиная 15 лет назад и потихонечку в разных регионах такого рода мероприятия, если проводились бы. Хотя за этим стоят просто несколько молодых человек, которые вышли с инициативой и сказали, у них так, чтобы денег нет. У них просто есть желание, что нужно сделать. И для области, и для многих рядом находящихся областей, то есть провели такое, обратились к губернатору, там их поддержали, обратились в Москву, их поддержали. И изначально они сказали мне, что мы под вас делаем это мероприятие, потому что нам сложно там и зал арендовать, и это, и то, и другое, всякая там гостиница. И поэтому, и вот целый у них такой межрегиональный форум произошел, там буквально в начале по 10 минут губернатор улетел на встречу с президентом, поэтому был его зам, вот, тоже мусульманин, и очень так, по 10 минут буквально, я отправил в славные церкви от местного, там их руководитель тоже был хороший очень выступление. Понемножку, понемножку, а потом уже, говорят, теперь уже зал в вашем распоряжении, говорите сколько хотите, потом уже 2 часа примерно было мое выступление. То есть, ну, хороший пример того, что буквально там несколько инициативных групп, одна община, мечеть, они могут сказать, что у нас столько проблем, столько сложностей, столько этого и того. А на самом деле ничего особого не нужно. И когда, не в смысле, то что формальных такого рода мероприятий, на которые я не езжу, очень много проводится. Люди о чем-то говорят, непонятно о чем вообще. Говорят, 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 и все это там огромные глобальные мероприятия за государственный счет, и обычно все это такой пустой выхлоп. А тут, когда люди инициативные, хотят доброе дело сделать, все необходимые возможности появляются. И было очень приятно, что Всевышний так дал свое одобрение, проявил свою милость. И все на таком и высоком, с одной стороны уровне, и с другой стороны очень организованно, прямо четко. Но все получилось до мелочей, организовались невероятно. Поэтому воскресного азуна с прошлого сне было, на этой неделе, как обычно будет, иншалам. Ну а запись, я надеюсь, что там что-то полезное было, появится тоже видео, выступление. Тридцать шестой аят, такого рода аятов есть несколько. В данном случае, например, я в сноске провел параллель с 16-й сурой, 96-м аятом. Он там более широко раскрыт, поэтому я провел параллель с ним, и поставил его в сноску. Но сам 36-й звучит следующим образом, это 42-я сура. Сура – это Ашура, название Ашура, аят звучит. И вот здесь будет дальше перечисление. Это несколько аятов, там пойдут характеристики верующих людей. Но начало 36-го. Что бы вам не было дано, то есть все, что угодно. Что бы вам не было дано в этой жизни, можно так сказать, что бы вы не приобрели, здесь пояснение идет, сколько бы дорогим, уникальным, креативным и тому подобное оно ни было. Это предмет земной жизни. Как понять? Временно. Из этого аята можно целую большую проповедь сделать. Но в любом случае, мы так кратенько с вами пройдем. Потому что больше мне хочется акцент на другие сделать. Вот смотрите, вот такую интересную параллель попробую провести. Обычно, когда человек трудится, старается, рано встает, поздно ложится, когда, в каких случаях? Когда стремится чего-то достичь, а конкретнее? Зимой. Зимой? Думаю, зимой особенно не старается. Тяжело стараться. Нет. Когда у меня? Работа. Ради вечного зима. Ради вечного? Вечного. Сложновато будет вечного. Обычно, земного. Но, господа, вот обычно сегодня много писем приходит, проблема молодых людей, когда в семье более-менее все нормально. Крышная глава есть, а дети что есть, папа еще с мамой подарок сделать, машину какую-то подарит. Обычно их заставить учиться и работать практически невозможно. У них все есть. Они могут намаз читать некоторые, говорить о вечном. Аль-Хамду-Лля, там, Субханаллах, ну, кто-то там вредные привычки какие-то, да. Но вот, напрягаться не будут, они ничего, зачем напрягаться. Ну, и так все нормально. И таких писем, конечно, очень много приходит. И даже сами люди, молодежь, говорят порой, что очень сложно. Но, когда у человека ничего нет, вот он приехал там в Нью-Йорк, у него ничего нет, и большинство там богатых людей, они приезжают, они начинают с чего, с нуля. Потому что он вынужден. У него жилья нет, машины нет, семьи нет, ничего нет. Либо он становится бомжом, либо он поднимается вверх. И вот здесь, как раз таки, тонкость в том, что, по сути дела, тот, у кого перспектива становиться бомжом, либо тунецем и паразитом, то есть висеть на шее своих родных, старшего брата и так далее, он этот аят поймет по-своему. Старший брат будет гулять, пить, прелюбодействовать, много зарабатывать, ему покупать все необходимое, что, в смысле, я тем самым, хотя бы, он же намаз читает, там постится дополнительный пост, я уже как-то что-то компенсирую, брат старший скажет. Я может грешу, но у меня же денег много, нужно расслабиться и так далее. Но зато я брату своему тунецу помогаю, он зато столько намазов читает, столько постится. И получается, каша, ни здесь ненормально, ни там ненормально. В каждой второй семье, вот видите, писем много, и очень часто именно так. То есть здесь, по сути дела, аят говорит о том, что . То есть это предмет земной жизни. Если не говорите, что это прямо, выкинь, то же самое, однажды, когда спросили, там приводил этот аят, по-моему, какое-то из выступлений был, красота, не зина, прелюбодея, а красота. И в одном из этого говорится, кто запрещает то красивое, что Всевышний вывел для людей. То есть красивое, ничего плохого там нет, но важно к этому правильно относиться. То есть ты поставил какую-то цель, в том числе материальную в этой жизни, достигай ее, но пусть это не будет смыслом твоей жизни. Это пусть тебя мотивирует, пусть тебя заставляет двигаться, но ты все-таки открывай некое второе дно, второе дыхание, открывай свое сознание, подсознание, понимай, что за этим будет и вечное. То есть должна быть взаимосвязь земного и вечного. Пусть теряные блага помогают тебе становиться счастливым и в этой жизни, но в то же время способствуют тому, чтобы ты был счастлив и в вечности. Если, например, у тебя более хорошие условия, более комфортные условия тебе, ты с большим удовольствием при Всевышнем дополнительный намаз совершишь, очередной намаз совершишь. У тебя есть условия воспитывать своих детей, дать им образование, или лишний раз водить их в мадресе, или куда-то отвезти их, чтобы они чему-то научились, пусть даже куда-то за границу и так далее. И духовного, и интеллектуального. То есть у тебя больше возможностей не для того, чтобы ты грешил, либо стал. Один человек спросил, у меня перспектива вот такая есть. Заработок вот такой. Есть перспектива вот такая. Если я буду наемным рабочим, я буду получать такую высокую зарплату. Он высококлассный специалист. Но если я пойду как частным бизнесом буду заниматься, то я буду получать в пять раз больше и буду достаточно свободным. Я вам говорю, зная человека, я говорю, конечно же, вам лучше тогда в свободную уйти, вы будете в пять раз больше получать, у вас все уже выстроено, и так далее. Может быть, какие-то сложные, трудности, но главное, чтобы вы, что? Независимое одно. Этих независимых, которые потом до ЗОГРа спят, очень много. Я говорю, если у вас есть самодисциплина, главное, чтобы вы не стали жирным и ленивым котом уже через полгода. Да, не расслаблялись. Потому что это вас расслабит. И вот в данном случае очень важно понимать правильно. То есть это предмет данной земной жизни. Пояснение здесь идет – не обольщайтесь, смотрите на перспективу. Причем не только земную, но и вечную. Вот человек, у него появилось 100 тысяч долларов, дополнительно заработал, неожиданно. Если он в определенном кругу общается, то обычно, сколько раз я таких людей сталкивался с такими людьми, они обычно что покупают? Машина у них уже есть. Часы, костюм за 5-10 тысяч долларов, часы за 50 тысяч долларов и так далее. Как один человек зашел, он заработал какую-то сумму, его пригласили в магазин, там куртка 10 тысяч долларов стоит. Предметы роскоши. То есть, по сути дела, и начинается что-то немножко непонятное в жизни человека. Определенно сбиваются, как таковы вообще, приоритеты. Здесь говорится – предмет земной жизни. То есть, что бы ни было. Здесь дает вообще, что бы ни было, что бы вам ни было дано в этой жизни. Просто понимайте, что это предмет земной жизни. Спокойно к этому относитесь, легко относитесь, не привязывайтесь особо к этому. Здесь пояснение – не обольщайтесь, смотрите на перспективу. Причем не только земной, но и вечно. Но зачем за 100 тысяч долларов покупать часы, я вообще не понимаю. Эти 100 тысяч долларов можно во что-то вложить. Пусть они через год принесут еще 100 тысяч долларов, чем какие-то часы покупать. Но маркетологи будут торжествовать, конечно, если человек купит очередные, тем более дорогие часы. Тем более, как с какой-то турбо чего-то, каким-то супер чего-то прямо, ему еще скидку сделают несколько тысяч долларов. Он будет вообще счастлив. Это как однажды в Пекине оказавшись, там просто, китайцы раньше делали, но видно, что китайское, а сейчас же делают вообще один к одному. Прям вот, настоящие, там человек на руках настоящий, это точно такие же, вообще там даже не царапина, ничего. Прям один к одному 100 долларов, невозможно ни к чему придраться. Один к одному 100 долларов, а так стоит 30 тысяч долларов. Как раз китайцы тоже дают, это всего лишь предмет земной жизни. Спокойнее, товарищи. Как только у человека начинается волна, у него крыша уже съезжает. Дружки вовремя нужные появляются. Как одно письмо пришло, конечно, сейчас будем переиздавать книгу «Мужчина и ислам», там будет это письмо, как раз перечитывал. Человек говорит, я просто, я ничтожество, я проиграл все деньги свои и своих родителей, я не знаю, как им посмотреть в глаза. Меня затянули в азартные игры, я все проиграл, все, что можно было за какое-то количество месяцев, все. Я родителям признаться не могу, окружение знает, что я все проиграл, то есть у меня вообще полностью просто перед тупиком, моя жизнь как бы закончилась. Эти деньги я вернуть не могу, и что мне делать не знаю. Предмет земной жизни. Пояснение не обольщайтесь, смотрите на перспективу, причем не только земную, но и вечную. Вот эта часть хаята, конечно, в ней есть определенная сладость, есть определенная красота. Читаешь и, конечно же, и переводя, и перечитывая, и возвращаясь, и еще возвращаясь, и стараясь в тишине какие-то нюансы, комментарии просматривая. Тем более, такого рода аятов уже за последние годы несколько переводил и подробно над ними думал. Вроде как мозг уже привык над этим думать. Но в то же время сказать, что прямо-таки они прочувствуют, тем более, вот эта часть. Ее прочувствовать до конца, чувствовать в жизни довольно сложно. То есть там говорится, предмет земной жизни, чего бы вы в этой жизни не получили, вот чего угодно. Это предмет этой жизни не обольщайтесь. А то, что ожидает вас у Всевышнего, то, что у Аллаха, у Бога, Господа. То есть то, что ожидает вас у Всевышнего, хайру у абка. Хайр дает смысл ахир, то есть лучше, намного лучше, абка, долговечнее. Ну, здесь квадратные скобки я поставил, что несоизмеримо. То есть после судна. То, что ожидает вас у Всевышнего, если с комментариями, после судного дня, в райской обители, то это несоизмеримо лучше и долговечнее. А потом идет, прямо один за другим идет, для кого. То есть кто сможет это получить. Здесь, конечно, аятов немало, которые описывают качества тех людей, которые, пройдя вот с этими качествами по жизни, они смогут подойти к тому, что счастливыми оказались не только в земном, но и вечном. То есть получат то, что хайру у абка – лучше и долговечнее. Здесь немало степени, вот даже сейчас, говоря вам, думаю, и последний день тоже, когда это аят перевозил, думал над ним. Нам очень сложно понять это, что такое хайру у абка. Мы просто с этим не сталкиваемся. Лучше и долговечнее – это такая характеристика дано, но мы просто с этим столкнуться не можем. Например, человек берет какую-то машину, о которой он мечтал очень долго. У меня, честно говоря, сейчас вообще по машинам какое-то желание. Даже не могу вам пример привести, какую. Например, какую? Самолет? Да нет, какой-то вид транспорта. Эксплуатация такая дорогая. Детей возить на самолете? Куда возиться? В школу. Например, человек покупает какую-то вещь. Я в свое время, например, взял один автомобиль, в определенном этапе, который мне очень понравился. Вот я его взял. Конечно, я был доволен им весь год, пока я ездил. Но суть в том, что когда, хотя я не терял это чувство того, что это новизны и красоты этого, и некого божественного дарования. Но в то же время, земное, когда ты что-то берешь, ты даже к этому стремился. Ты даже об этом, может быть, и мечтать не мог, но постепенно, постепенно поставил перед собой цель, ты постепенно Всевышний дал возможности, причины ты этого достиг. Обычно, попробуйте вспомнить, такое чувство радости, яркости. Не то чтобы по-детски, когда человек более-менее верующий, он уравновешенно радуется, спокойно, у него больше это переходит в некую форму чистой благодарности, легкой благодарности Всевышнему. Но вот эта новизна, она быстро проходит. Она быстро проходит. Как бы что ни было, какая-то вещь, например, я большой любитель разных ароматов. Даже с каким-то ароматом, если столкнешься, он на начальном этапе такое прямо необычайное. И раскрывается и так, и сяк, и вот так, и вот сяк. Но потом, через какое-то время, ты пользуешься этим ароматом, и уже привыкаешь, хотелось бы что-то еще. Уже, может, даже не чувствуешь, но суть. А здесь, . То есть, здесь говорится о том, что то, что ожидает, если человек, пройдя через судный день, заслужит райской обители, ожидающий его там, она будет иметь постоянно такой эффект. То есть, люди, когда говорят, что там в раю, что там целыми днями кушать фрукты, да надоест. Что там реки, молоко пить постоянно, да надоест. И так далее. А люди не понимают, у них есть ощущение земного надоест. Какого бы ты дорогую вещь не брал, она тебе надоест. Но это земное, вот такое качество, такое восприятие, здесь это нормально. Но в раю такого просто нет. Такого понятия, как надоест, просто нет. То есть, во-первых, и разнообразие, и вообще сами качества, как таковые. Поэтому, если говорится, лучше и долговечнее. Это то же самое, что, например, человек, ему какой-то автомобиль. Обычно мужчины, конечно, с автомобилем постоянно приводит пример. Вот ему очень понравилось, он сделал. Понятия, вот только-только чувство надоест, надоедание появилось. Только-только. Он сразу на дисплее набирает необходимую комплектацию. Ему вот это, 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 вот это. Все, набрал необходимую комплектацию. Ему уже он заходит в гараж, берет, садится в другую машину. Это уже убирает все. Он садится совершенно с новым эффектом, с новыми ощущениями. Абсолютно новое. То, что он заказал. И сию секунду, ему это уже было организовано. Не нужно сдать 6 месяцев, пока это придет из Германии. То есть, хотя бы на таком примере, сразу. Абка – это не имеет райское ограниченности. Абка – долговечно, навсегда. Но для кого? Те, которые уверовали. Умеют полагаться на Господа своего. То есть, те, которые уверовали. То есть, для кого это? Уготовано оно для верующих, полагающихся на Господа своего. Как понять полагаться на Всевышнего, на Господа своего. Как это понять полагаться? Делает, что это зависит от тебя. Например, один из живых примеров, когда я как раз в прошлую пятницу в аэропорт ехал, чтобы полететь в Ульяновск. Еще новые сейчас аэропорта, не поймешь куда, чего, где. И одно, другое, какие-то задержки, пробки. Короче, все, уже захожу. И до этого посмотрел один ролик, за день до этого. Кто заходил в поток «Как стать триллионером», там был ролик Мерси со смехом. И вот тоже такой со смехом, как верующий человек. Верующий человек, он смеется, у него такое хорошее настроение. Но в то же время по времени я опаздываю. И вот сдаю документы, билет посадочный. Мне говорят, все, регистрация закончилась. Я говорю, как закончилась? Ну, четыре минуты. Я говорю, опоздали. Я говорю, как опоздали, вообще такого у меня в жизни не было. Сколько лет я же летаю. Вот время, за сорок минут регистрация заканчивается, компьютеры все закрылись. И вот здесь вопрос того, что начать что-то доказывать, еще что-то. То есть, чувства могут появиться самые разные. Положиться на Всевышнего, в том смысле, что? Ну, не то, чтобы человек прямо скажет, все, сейчас чудо произойдет. Нет, это просто естественное состояние человека верующего. Он спокоен, он равновешен. То есть, у него хорошее настроение, может засмеяться, улыбнуться. И все. Я говорю, ну и что мне теперь делать? И вот показали, куда, чего делать. Там тоже толпа людей, все опоздали. Сейчас не привыкли люди, что все закрывается, все. Одному туда лететь, другому сюда. Я говорю, я всего на четыре минуты опоздал. Я говорю, можно мне там. Но суть, милости Всевышнего, на этот самолет меня посадили. Поэтому, хотя сказали сначала, что все, на следующий рейс. И человек, который со мной летел, он как раз на следующее утро пришлось. То есть, людям это непривычно, что все, система закрылась и все. Обычно, кто-то опаздывает на минуту, на десять минут. Можно же добежать до самолета. Все, не пускают. Поэтому, умеют полагаться на Господа своего. Это вопрос тоже, который мы прививаем себе каждый день. Это тридцать седьмой же аят. То есть, уготована вот эта вот хайра, но все равно лучше отойти подальше от часов, самолетов и автомобилей. Там все-таки нечто такое, не представить себе. То же самое. В хадисе Икутсе говорится о райской обители. То, что люди никогда такого. Глаз, там даже говорится, глаз как таковой, такого никогда не видел. Ухо, такого никогда не слышал. Да даже такая мысль, она появиться в душе человека не может. То есть, он даже себе представить такого не может, что ожидает его в райской обители. Но далее перечисляются качества тех, кто в ней окажется. Уверовали? Хорошо. Умеют полагаться на Всевышнего? Отлично. Уготована для тех, кто сторонится больших грехов и непристойных поступков. То есть, развратного. Ну, например, что? Прелюбодеяния. Что еще? Сплетни. Что еще? То есть, много. КБР, мы в свое время давно еще, лет почти, наверное, 14 назад, мы с вами читали книга больших грехов, там их порядка 70. То есть, в любом случае, такие очевидные, ясные, понятные, развратные, аморальные, большие грехи. То есть, те вещи, которые человек, в общем-то, знает, что недопустимо это делать, совершать. И вот, качество их, тех, кто окажется в райской обители, то, что они ячтанибун. Они сторонятся этих больших грехов и развратного. . Всякий раз, когда они сердятся, гневаются, прощают. Ну, это очень сложно. Там, не пить, не курить, не прелюбодействовать, я думаю, это достаточно элементарно. . Очередное их качество. Всякий раз, когда они сердятся, гневаются, прощают. Потому что обычно, окружение это воспримет, как, ну, человек скажет, меня воспримут за слабого, за это, то, другое. Ну, разные истории приходят. Потому что, порой, люди, на самом деле, они, но человек слабый по натуре, когда такого рода аят, прочитав, или хадисы, начинает прощать, но то, что он слабый, то, что он дохленький внутри, это видно по его лицу. Он начинает прощать, его еще больше начинают унижать. И он говорит, вот, я же, как бы, по аяту, по хадису делаю, а меня тут вообще совсем унижают, или совсем обижают. Но человек не понимает, что есть другие аяты, другие хадисы, где говорится, верующий, сильный верующий, он более любим Всевышним, чем слабый. Ну, дорогой, пораньше вставай, делай зарядку, плавай, умные книги читай, работай над своей речью, работай над своими эмоциями. Чтобы у тебя в твоем взгляде было видно, что ты вообще чего-то стоишь, на что ты вообще способен. А чтобы ты была личностью, ты как личность, когда ты простишь. То есть, у тебя видно, что ты можешь очень серьезно человека поставить на место. И языком, и взглядом, и возможностями, и силой, но ты при этом, во-первых, тебя в этом случае уже просто так, кто-то тебя обижает, унижает, просто не станет, не осмелится. Потому что уже движение твое, твоего лица, твоей головы. То есть, как ты идешь. Человек идет, конечно, каждый ему будет подзатыльник давать. Он говорит, я родила, терплю, там еще что-то. Ну терплю, терплю, тело дано, мозги даны, руки, ноги даны. Работай. Тяжело, конечно, работать. Согласен, но не нужно оправдывать свою слабость тем, что ты терпишь ради Аллаха. Поэтому здесь, конечно же, если человек разгневался, то его кто-то вывел из себя. То есть, по сути дела, человек более-менее спортивный, более-менее какая-то мышечная масса есть, которую он прокачивает хотя бы понемножку каждый день. То есть, у него тот же самый тестостерон есть, те же самые какие-то гормоны, те другие, третий, тот же самый адреналин начинает, сердцебиение. Ему нужен хороший выход эмоций. Здесь говорится, они прощают. Человек смотрит на вас, поворачивается, как засмеется, скажет, да ладно, мне на тебя еще обращать внимание, мне своих дел хватает. Так вот, здесь вот такого рода вещи тоже нужно правильно понимать. Здесь пояснение идет. Верующий человек, как и любой другой, не застрахован от чувства гнева. Он не может устранить это из своей сути. Однако, мусульманин в состоянии по милости и с Божьей помощью регулировать это чувство, управлять им. Он не просто подавляет, сдерживает гнев, который может прирасти в раздражительность, вспыльчивость, в моральную подавленность. То есть, если его подавлять, этот гнев, ничего хорошего в этом не будет. Опять же, в какой-то момент, все равно взрыв произойдет. По крайней мере, там какая-то сыпь на коже начнет появляться. То есть, организм, он будет отравляться этим, разрушаться. То есть, должен быть какой-то выход. И мы с вами не раз говорили, ученые говорят, какой нужен выход, с точки зрения медицины, какой нужен выход. Что можно сделать, чтобы этот выход произошел. Так, побить по мешку, если есть мешок, покричать можно еще, ну и смех, это тоже крик. Но кричать нужно от души, поэтому где-нибудь в лесу, погромче. Так, чтобы прямо из глубины все вышло. И бить нужно как следует, со всей мощи. Главное немножко, чтобы не растянуть, не порвать какую-нибудь мышцу, которая уже совсем затвердела за последние 10 лет. То есть, бить нужно, конечно, разумно, сначала размяться немножко. Еще остается третье, что, ноги постучать ногами. Здесь, как раз, и поясняется по этому. То есть, он, верующий, не просто подавляет, сдерживает гнев, который может перерасти в раздражительность, вспыльчивость, в моральную подавленность с ношением ножа за пазухой, или подавленность, с проедающей завистью и неприязнью. А именно, проходит, то есть верующий проходит мимо невежества и бескультуре, не обращая на это внимания. То есть, может рассмеяться, да, и пройти мимо. По поводу проходит мимо, не обращая внимания, какой аят помнится, да? Я участирую. То есть, верующие люди, поклоняющиеся всемилостивому Творцу, они идут по земле легко. Опять же, как в одной статье интересно читал, люди, порой, когда они заходят в какое-то помещение, в какую-то ситуацию, прямо они, как будто некий такой свет несут. И там говорится, как раз, в том числе, про походку. У них прямая походка, у них четко поставлена та же самая расположенная голова, прямо они идут. У них чувствуется внутренне, они наполнены положительными эмоциями, просто некий такой свет своеобразный. Хотя, это светская статья была, но говорилось о том, что походка, легкая, уверенная походка, она сразу включает внимание других людей. И человек уже видит, что что-то он из себя представляет. То есть, уже сама походка, внутреннее состояние, оно передается во внешнее. Легкость идут по земле легко. Когда к ним обращаются невежды, кто-то невоспитанность себя ведет. Они говорят, что мир переводится, а в смысл то, что нам не не до вас абсолютно. Но здесь говорится о том, что человек верующий помнит и видит, чьи ошибки? Свои. Недочеты. Например, в трате сил и времени, в рациональном подходе к реализации возможностей. Многочисленность которых, порой, подобно каплям дождя. То есть, возможностей, порой, настолько много. Во-первых, у нас недочетов хватает, над которыми нужно работать. Ошибок хватает, над которыми нужно работать. Только одно, там, тело, интеллект, душа, речь, да, то есть, много чего, взаимоотношения, близкие, родные. Все это совершенствовать, во всем этом есть какие-то недочеты. С одной стороны, с другой стороны, возможности, реализация возможностей, многочисленность которых, порой, подобно каплям дождя. Я как раз на них этот комментарий писал, я по поводу капли дождя, на самом деле, так себе представил, в реальной жизни таковы. Но, эти капли дождя, представляя образно эту ситуацию, я продолжу ее в том числе. Обычно, да, может быть очень много капель дождя, вот дождь такой, прям сильный дождь. Он просто прольется, а зависит от чего, будут плоды или нет. От той почвы, на которую он прольется. И вот очень часто бывает, что дождь, возможностей много, но все это, как в песок, ничего не вырастает, ничего не происходит. И у многих, у всех людей огромное количество возможностей включается на каких-то этапах жизни. У кого-то там в 15, у кого-то в 18, в 20, в 25, в 30, у кого-то в 40, в 45. Очень много. Но, если человек заблаговременно к этому не готовился, почву не приготовил, она просто, как песок, все это ушло и высохло. И поэтому здесь говорится, но исчезают они бесследно, если отсутствует необходимая заблаговременно подготовленная и удобренная почва, в том числе должно быть что-то, брошенные семена, чтобы от этих возможностей они начали прорастать. Обычный человек, опять же, сегодняшние письма, когда смотришь, слушаешь, читаешь, от людей приходят. Люди обычно сидят, дуа читают, кто-то медитирует, еще что-то, другое, третье, ссорятся, спорят, пустословием занимаются, чем угодно занимаются. Думают, вот сейчас мне Всевышний даст, вот сейчас, вот оно. И в большинстве случаев дает, но человек почву никак не подготовил. Ни тело его, ни интеллект, ни речи, ни возможности, ни образования, ни опыта, ничего. И все это проходит быстро. Ну наверняка вы сталкивались с людьми, я сам сталкивался с людьми, которые говорили, у нас денег были камазы, мы деть, куда их не знали, камазы просто денег, полное денег. Они как были, так их потом и не стало. Почему? В том числе почва. То есть душ, то он. Но у каждого человека на том или ином этапе огромное количество возможностей. Но если бы почву не подготовил, каждый день. А намаз тот же самый, он дисциплинирует. И рано вставать, и то, и другое, дисциплина, и чистоплотность, и чистота мыслей и так далее. И в том числе во всем остальном, учеба, работа и так далее. Весь этот процесс, когда человек над этим работает, 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 в какой-то момент дождь, и уже брошены семена, они должны быть тоже брошены. Можно подготовить очень хорошо себя, и тело, и интеллект, и связи, еще что-то, и речь, и все остальное. Но семена, если нет, причины не сделаны, расти нечему. Просто трава вырастет, много будет сорняков, не более того. Набожны. Это в контексте мы сейчас о чем говорим? Мы сейчас все это в комментарии чего? Какого? Какой смысл там? Какого смысла? Даже не всего аята, а вот вторая его часть. Это очень важно, товарищи. Мы говорим о интересных вещах, но они связаны с определенным смыслом, чтобы его подтянуть к своей жизни. Все земное уже давно было. Нет. Какой смысл аята? Это все мы тыркаемся, прыкаемся, все стараемся понять. Нет. Земное уже давно прошли, про машину уже про часы давно сказали. Это уже было в прошлом веке. Но у нас сейчас совсем другое, очень важное. Какой работать? Мы постоянно работаем и так. Конкретнее. Про гнев. Когда переполняются гневом, они прощают. И вот это все было сказано для того, чтобы уметь прощать. Прощать очень тяжело. Порой нам не просто на ногу наступят. Порой нам и так сделают, и сяк сделают, и словом еще плюнут, и на ногу плюнут, и в лицо плюнут, и еще что-то еще по-моему обольют. И вообще, понимаешь? Нужно быть насколько заряженным на свои цели, на умение полагаться на Всевышнего. Заряженным интеллектуально, физически. Насколько нужно быть заряженным, чтобы просто-напросто встряхнуться и сжать на полный газ в реализации тех возможностей и готовить к тому дождю, который прольется очередному дождю, который прольется на тебя в очередной раз. Суметь посадить в том числе эти семена. И вот когда человек таким образом, в том числе предсевышним, заряжен, вся вот эта вот мишура с точки зрения того, что вызывает в нем гнев, он на это обращать внимание не будет. Но это очень сложно. Набожные, здесь завершаю это по комментарии, набожные, люди с широким кругозором, с утонченным умом. Вчера какое-то письмо было. Человек говорит, рекомендации мне распечатали, которые были за последние месяцы. Я там просто перерыв был, я смотрю. Человек говорит, мне очень нравится ваша проповедь, вы там периодически говорите алле. Даже я заметил, что я начал тоже так говорить. Он говорит, я вроде диалект египетский знаю, но там такого слова нет. Это из другого языка, это не с арабского. Какая национальность использует? Кто-то говорит пресицкая, кто-то говорит тюркская. Но я не оттуда взял. Откуда? У чеченцев так говорят? С аварцами я жил, один татарин, сколько там, 7 аварцев было. С аварцами я жил, по-моему, 7 месяцев. С семью аварцами, по-моему, один я татарин. Поэтому я там хорошо улавливал для себя аварскую речь, там этого не было, нет. Сложные такие всякие звуки тоже бывают. Особенно у даргинцев. С ними тоже пожил какой-то период. Так вот, набожные люди, они с каким кругозором? С расширенным. С широким кругозором, с утонченным умом. Люди волевые и целеустремленные. Да. Надеюсь, по этому поясняю. Дальше идет аят. И если появилось, пробудилось чувство гнева, негодования, они, люди верующие, прощают пояснение, не акцентируя внимание на плохом, продолжая свой путь. Ведь столь многое нужно успеть, и это не реализовать без должной сосредоточенности на главном. И так раз 42-я сура, 37-й аят. И, конечно же, 2-я сура, 237-й аят, там 37-й, а там во 2-й суре 237-й тоже. Прощение всегда ближе к набожности. Такой там тоже аят. То, что . То есть, прощение всегда ближе к набожности. Важно. Но нужно в этом учиться. Возможно, здесь завершается пояснение. Возможно, у кого-то столь последовательный вдумчивый подход к зависимому, либо независимому от нас сразу не появится. То есть, возможно, мы не сможем прямо вот такое. Как только переполнять чувство гневом, умеют прощать. Возможно, мы не сможем сразу это себе привить. Да. Сразу не появится. Но следует постараться и потратить на это часть своего желания, стремления, сил и времени. Простить, значит, многое сэкономить. И еще большее приобрести. Оттого, это так сложно. Хорошо. Следующий. Если кратенько сейчас. Уготована райская обитель для тех, кто продолжается качество, кто ответил на Божий призыв. Уверовать и последовать за заключительным посланником. Дальше идет в аяте, кто выстаивает обязательную молитву. Далее идет в аяте, они советуются друг с другом. Пояснение. Находят пути решения, советуясь, обмениваясь мнениями, слыша не только самих себя, но и других. Тут идет . То есть, верующие люди, они советуются друг с другом. Далее в этом же аяте, также они тратят из того, чем мы, говорит Всевышний Творец, их наделили. С пояснениями получается следующее. Также они, то есть те, кто в вечности окажутся в райской обители, также они тратят, пояснение, на благодеяние, на помощь другим. Из того, чем мы, продолжает Господь миров, их наделили. Пояснения. То есть, нескупы, когда необходимо потратить на благо и в помощь другому свое время, сила или средства. Начиная с родных и близких. Там идет . Тоже в комментарии бен-катир ставят, начиная с близких важный момент. 39-ое. Здесь тоже, как бы, вопрос . Если их постигает что-то плохое, притеснение, постигает их. Багы – это ущемление их прав, нанесение обид, притеснение. . Там много переводов этого глагола. Побеждают, берут вверх, но в то же время смысл идет в том, что они умеют дать сдачи, дать отпор. Такой смысл тоже есть. Но здесь несколько аятов идет. Я не знаю, все, наверное, не успею озвучить, но постараюсь. По крайней мере, мы вывесим это в текстовом. На ума.ру будет текстовое сопровождение к этой проповеди. Там очень важный нюанс. Сейчас идет вопрос дать отпор, но потом идет пояснение о том, что, конечно же, лучше простить, но это очень сложно. Это уже в 43-м аяте будет. В 40-м аяте же . Уже даже здесь это говорится. Простите. . 40-й аят. У него большое пояснение, наверное, все зачитывать не буду. Но 40-й аят сам прочитаем. . Воздаяние за зло подобное же зло. Можно перевести как равносильное ему зло. . . . Но кто простит обидевшего его и исправит аслаха. То есть, кто афа – простит. И аслаха – исправит. Пояснение – исправит ситуацию, отношения. Сможет перевести враждебную неприязнь своего недруга в доверительные, возможные дружеские отношения. Конечно, очень сложно. То есть, кто сможет, кто простит и исправит ситуацию. . То таковым воздаяние от самого Господа. Пояснение – оно будет неописуемо велико, соизмеримо с его безграничной милостью и щедростью. . Поистине – он, творец всего сущего, не любит притесняющих. Можно перевести как обижающих, ущемляющих права других, угнетающих. Здесь большое пояснение у этого аята. Параллель проведена 22 сура 60 аят, 2 сура 194 аят, 5 сура 45 аят. Есть довольно много. Еще тут ряд пояснений. Потому что понять, что такое воздаяние за зло, подобное же зло, равносильно ему зло. Здесь очень важный нюанс. Как это понять? Поэтому здесь много аятов приведено. Но здесь пояснение идет, я вам только пояснение прочитаю. Отмечу, что мнения исламских ученых совпадают в том, что… А, ну это как раз даже когда в случае… Человек может сказать, зло подобное ему зло. Та же самая кровная месть. Человек может сказать, вот в аяте написано. Но на самом деле кровная месть в исламе запрещена. Причем так, жестко. Если человек нечто подобное совершит, то в этом случае он расценивается как убийца. Даже если у него какой-то мотив был это сделать. И вот здесь как раз говорится, что… Ну, здесь несколько аятов приведено. Почему? Потому что… Что такое возмездие? Как это понять? Что к чему? Это… Ну, тут много нужно аятов учитывать. И в то же время, пояснение прочитаю вам. Отмечу, что мнение исламских ученых совпадает в том, что как преднамеренные убийства, так и непреднамеренные могут быть прощены преступнику. То есть здесь в этом контексте просто говорится. В том числе прощены. Лучше простить, чем наказать, говорили богословы. В Священном Коране неоднократно сказано, кто же откажется от возмездия, простит, словно передает милостыню. То это искупление для него. То есть прощение пред Всевышним для виновного и вознаграждение для простившего. То есть, если человек простит другого, то в этом случае ему же самому это будет как искупление. То есть, и тот будет прощен, и этот будет прощен, и для него будет искупление грехов. Также важно напомнить, что во всех случаях, когда люди приходили к пророку Мухаммаду с просьбами о физическом наказании или возмездии, он всегда призывал к прощению и мирному разрешению конфликта. Когда обиды касались его самого, он всегда прощал. То есть, когда люди к нему приходили, в том числе требуя физическое наказание за то или иное, разные ситуации, то он призывал к прощению и мирному разрешению конфликта. Когда обиды касались его самого, он всегда прощал. Это тоже ссылка идет на источник. Напомню, в аяте говорится о том, что воздаяние за зло подобное же зло, равносильное ему. И вот здесь пояснение продолжается. Напомню, что упомянутый в аяте один к одному, это допустимый максимум при самообороне, либо судебном разбирательстве. То есть, самосуд в исламе категорически изначально и во все времена запрещен. Соглашусь, судебная система всегда была несовершенна. Но, в любом случае, всегда есть что? Высший суд, да. В любом случае, есть судный день, есть высший суд. И лучше отдать на суд всевышшим, если система продажная и так далее, никак не хочет понять, что к чему. Здесь все равно канонические источники Курана и Сунны человек не имеет права включать элемент самосуда. Всегда это хочется как бы сделать. Но нельзя этого делать. Потому что человек, вершающий самосуд, он проходит как отдельный человек, совершивший данное преступление. Пусть даже он в отместку из мести это совершил, это не учитывается абсолютно. То есть, самосуд в исламе запрещен. Поэтому, здесь говорится о том, что в упомянутой ваяцей один к одному допустимым максимум при самообороне, либо при судебном разбирательстве. Когда потерпевшая сторона требует наказать преступника, и не соглашается на прощение или материальную компенсацию. То есть, мало ли, при преднамеренном убийстве, через суд, человеку могут вынести смертный приговор. Если доказано, что это преднамеренное убийство, и нет никаких сомнений. И в заключение этой небольшой, но злободневной темы приведу слова заключительного Божьего посланника. Здесь очень хороший тоже, в одном из комментариев приводится хадис. Пророк сказал, То есть, если что и приумножит Всевышний простившему другого, то это величие. То есть, если что и приумножит Всевышний простившему другого человека. То есть, человек, простивший, может чувствовать себя ущербным. Что вот, простил, а он не совсем на голову сядет, и так далее, и так далее. Есть вопрос о многих других качествах и характеристик, о которых мы сказали ранее. В данном случае в хадисе говорится, если что и приумножит, то есть, на самом деле, когда человек искренне постарается и простит по той или иной ситуации, если что и приумножит Всевышний простившему другого, то это величие. переводится как величие, сила, мощь, слава, честь. То есть, вот этого у человека, на самом деле, станет больше. Если он в состоянии отомстить, дать отпор и так далее, но он сосредоточен на более важных вещах, целях, задачах земных и вечных, поэтому простит в этом контексте двинется дальше. И это прощение ему приумножит только величие, силы, мощь, слава и чести. Всегда бывают какие-то противоборствующие стороны, бывают какие-то конфликты, бывает что-то неоговоренное. Человек думал одно, а другой, его компаньон, думал совсем другое. Здесь, конечно же, один думает, что его притеснили, второй думает, что его притеснили. То есть, это, соглашусь, то, что жизнь, она очень, даже порой люди, когда подписывают какие-то соглашения, все равно вылезают какие-то форс-мажоры, и здесь можно оказаться в сознании другого, ты можешь оказаться притеснителем. Хотя, ты совершенно таковым не являешься. Здесь, это вопрос уже той же самой работы мозга, то, как видит глаз, то, как мы анализируем наш опыт, разнообразие нашего общения. То есть, умение посмотреть на ситуацию с разных сторон. То есть, здесь, безусловно, человек может из себя в том числе и корчить большого обиженного, но на самом деле таковым не является. Это просто его реальность, его личная трактовка произошедшего. Поэтому, здесь суть-то в том, что это вопрос обид, притеснений, ущемления прав и свобод и так далее. Это очень разнотрактуемое, разно воспринимаемое, разноощущаемое. И каждый человек то или иное трактует все по-своему. Поэтому, говорят, пишите на бумаге, но все на бумаге не пропишешь. Все нюансы, отношения. Но, основной смысл о том, чтобы что сделать? Идти своим путем. Простить, идти своим путем. Не останавливаться. Не останавливаться на все вот эти. Люди порой годами тащат все эти разборки, непонятные ситуации, обиды. Десятилетиями, чуть ли не из поколения в поколение передают всякие обиды. Вот он такой-сякой, или его рот нас обидел, или еще что-то. То есть, это порой в такие вообще непонятные, перестать каких-то огромных страшных динозавров, ситуации всепоглощающие. То есть, целое огромное количество людей не просто, а просто выжигают себя ради этого низкого чувства мщения, обид и так далее. Хотя, человек верующий, он должен все-таки суметь в том числе набраться разума. То, чтобы понять, каковы цели, задачи этой жизни, двигаться, уметь прощать. Если даже не умеешь прощать, то, по крайней мере, научись не обращать на это внимание и двигаться дальше. И вот здесь 43-й аяте. А кто проявит терпение и простит. Ну, проявить терпение, то есть, человек может дать в лоб, может поднажать, может зажать ситуацию, может по-самому разному. То есть, он проявит терпение, тем самым сдержит себя, простит. Простит, по крайней мере, насколько сможет. Пояснение здесь. Сдержанно преодолеет неприятное. Сумеет нейтрализовать негативный осадок, чтобы он его не разрушал изнутри. И простить нанесенные обиды. Если кто-то сможет, то это воистину, то есть, это великое дело, требующее человека азм стойкости и решительности. То есть, человек должен быть на самом деле личностью. На самом деле, должен быть сильным. Даже если человек столкнулся, может быть, даже он не сильный. Это может его сделать сильным. Это может его сделать стойким. Если он сам себя не распилит на кусочки, чувством обиды и так далее. Если вы проявите терпение, простите, то это великое дело, требующее стойкости и решительности. Пояснение, не каждый сможет так поступить, а если кто и сможет, так это по-настоящему разумное и благородное поведение. Есть, кстати, интересный хадис. Хадис, дайте мне, пожалуйста, часы, а то я не вижу сколько времени. Ну, чтоб постоянно вас не спрашивать. Ну, это же телефон, часы мне дайте лучше. Интересный хадис, как раз Хамсы поставил в комментарии. Комментарии к один из муфастеров. Так, сейчас попробую найти. Вот. . То есть, Пророк сказал, не сообщит ли вам о том, для кого ад будет запретен, пояснение, он туда не попадет, а прямиком направится с благословения Творца в рай, не сообщит ли вам о таковом. Далее идет. . Даже сами слова. Они все такие мягкие слова. Я их даже не смягчаю специально, а все мягкие буквы. Это характеристики. То есть, и говорится, он запретен для всякого верующего, кто близок, легок, мягок, можно сказать, гибок, прост. То есть, для всякого верующего, который близок, то есть, близкий человек. Бывают такие вот, прямо вот он, человек сразу на расстоянии. А бывают такие прямо, человек близкий в том смысле, что он добрый. У него есть такая доброта, есть какое-то такое внутреннее великодушие. То есть, он близок, он хаин. То есть, у него вот эти вот качества, легкий, легок, мягок, можно сказать, гибок и прост. Что касается одного письма, которое я вам хотел зачитать. Как раз когда довольно хорошая история. Я как раз вот по этой теме, и я сегодня как раз съехал, когда продиктовал ответ, и мне показалось, будет полезно с вами этим поделиться. У меня есть друг, который учится, здесь не буду говорить в каком государстве, скажу там, за границей. В хорошем, престижном вузе. У меня есть друг, который учится за границей. Ему двадцать лет. Около года назад он встал на истинный путь, совершает пятиградную молитву, старается вести праведный образ жизни. Отлично. Так вот, он рассказал мне, что около десяти лет назад его отца убили. Было заказное убийство. Исполнителей нашли, посадили за решетку. Дали им небольшие сроки, по его словам. Истинный же заказчик не был найден. Потом, после смерти отца, случилось так, что все родственники по отцовской линии отвернулись от их семьи. Происходили всевозможные издевательства над его мамой. Ну, в смысле, какие-то колкие слова. Обычно женщина воспринимает это очень болезненно. Колкие слова. Он видел ее слезы постоянно. Мать героически воспитывала троих детей. Старшая дочь уже в выходе замуж. Мой друг говорит, что он догадывается, кто является истинным заказчиком убийства его отца. Хочет отомстить, и не только ему, но и всем родственникам, которые относились плохо к его маме. У него внутри огромная ненависть к ним. Я пытался ему объяснить, что Всевышний все прощающий, и любит, когда люди прощают друг друга. К тому же наступит судный день, и каждый получит по заслугам. Я советовал ему не отравлять свою жизнь, чувство мести, и сосредоточиться на обустройстве собственной жизни. Хорошо написал. Ему всего двадцать лет. И все еще впереди. Но он и слышать меня не хочет. Заявляет, что я не понимаю его, поскольку у меня родители живы и здоровы. И вот человек, написавший это письмо, спрашивает у мне, Шамин Рифатович, что ему сказать, чтобы убедить. Убедить в чем? Месть – это не выход. Ответ, который я как раз утром надиктовал. Но это не то, чтобы я спокойно сидел, писал этот ответ, на ходу, в обычном режиме, на велосипеде просто ехал и отвечал. И вот сейчас с вами читаю вместе его. Я думаю, что хорошо получилось. Если он, данный молодой человек, которому двадцать лет, если он хочет загнать свою и так много настрадавшегося, то есть без того уже, и так уже, много настрадавшегося мать в гроб. То есть если он, этот двадцатилетний парень, хочет загнать свою и так много настрадавшегося мать в гроб, тогда пусть идет на поводу у своих чувств. В данном случае мести и собственного эго, разжигающего его месть. То есть человек этого не видит. То есть для матери это будет, у нее и так десять лет сложно было. И еще тут сейчас начнет целое все, на все оставшуюся жизнь. И парень еще в тюрьму попадет и так далее. То есть странно, что человек этого не видит. Почему? Потому что месть самый легкий путь. Это он тоже не понимает. Если к двадцати годам он набрался хоть немного ума, то поймет, что такое деструктивное поведение никому не принесет пользы. И отца обратно не вернуть. То есть если хоть немного ума есть, он постарается хорошо отучиться, создать комфортные условия для жизни своей мамы, поможет близким ему людям, станет семейным, будет иметь хотя бы четверых или пятерых детей, которых воспитает умными и стойкими в этой жизни. Все это потребует от него труда на протяжении десятилетий. Соглашусь, что мало кто готов столько трудиться и ограничивать себя во многом ради блага других. Но будем надеяться на то, что у парня хватит воли. Да, больше ничего прибавить не смогу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok